В связи с похолоданием в Крыму МЧС развернуло мобильные пункты обогрева. Местные власти запретили, несмотря на дефицит электроэнергии, обесточивать котельные, чтобы избежать аварий на теплосетях. К концу недели всем предприятиям региона поручено представить план экономии мощности в зимний период. Ну а жители, несмотря на сложности, настроены оптимистично. В этом убедился Виталий Каченко. У жителей крымского села Лучисты существует одна новогодняя традиция. Нет, здесь не ходят 31 декабря в баню. И, как сами понимаете, не катаются на ослах. Просто во время длинных праздников в каждом доме здесь обязательно смотрят гайдаевскую комедию, ставшую, по сути, родной. Ведь съемки кавказской пленницы проходили именно здесь, у подножия горы Демиржи. Именно здесь Шурик пытался заставить идти упрямого осла. Но, как видите, и сегодня не сильно получается. И даже отключение электроэнергии со стороны Украины не заставило крымчан отказаться от просмотра любимой киноленты. К подобным подаркам соседей крымчане уже привыкли, поэтому свечи и генераторы всегда под рукой. В семье Абельтаровых узнают каждый кадр из легендарной картины. Часть декораций видно прямо из окна. А вот у нас из окна видна эта гора, которую снимают в кавказской пленце. Но почему-то она не крымская, а кавказская. Самая обсуждаемая тема за столом предложение Киева, которое и русские, и украинцы, и крымские татары, проживающие на полуострове, сочли более чем неприличным. Мы ходили на референ для того, чтобы жить в Российской Федерации. И больше мне ничего не нужно. А это все действительно, как дед говорит, шантаж откровенный. И те вот люди, представители нашей нации, живущие сейчас там, мы их не поддерживаем абсолютно. Мне даже стыдно, что они есть там. Тот же самый Чобаров и Джамилев. Через много-много лет им будет стыдно, вот увидите, что они такое сделали. Они в истории останутся как очень плохие люди нашей нации. В ходе опроса, проведенного по поручению президента, абсолютное большинство, 94% высказались против заключения нового контракта с соседями на их условиях. Тогда Киев потребовал, чтобы в договоре Крым и Севастополь были указаны как часть Украины. Нам не нужна такая дружеская помощь и отказ от России, потому что предложенные правила, они как бы не допустимы просто. И Крым наш, и свет будет, все будет. И мы в России, мы назад не вернемся. Даже будем без света сидеть. Назад не вернемся. Крымчане готовы сидеть без света, но Украину обратно не хотим. Мы дома, все хорошо. Прорвемся. В декабре после ввода двух ниток энергомоста через Керченский пролив доля украинской энергии сократилась до 10-15%. А после очередного теракта, взрыва линии электропередачи в Херсонской области, крымчане и вовсе перестали верить в надежность поставок с Украины. Давление со стороны Киева, как и санкции Евросоюза, крымчане воспринимают с улыбкой, катаясь на осанках и плюшках заснеженных склонов. Это шантаж, конечно, шантаж. Он с самого первого дня был шантаж. С водой, потом с электричеством. Мне кажется, это беспредельная глупость просто-напросто тех правителей, которые там есть. Хорошо, что у нас снег не могут отнять, потому что это от них не зависит. Наверное, они бы и снег отняли. На шантаж со стороны Украины крымчане готовы сплотиться и ждать лучших времен. Тем более у нас такая поддержка. В новогоднюю ночь почти четверть полуострова осталась без света. Когда сейчас, в праздничные дни, большинство предприятий не работает, веерные отключения в жилых домах не превышают 8 часов в сутки. Весной, когда будут подключены еще две ветки энергомоста, полуостров полностью избавится от дефицита. А после строительства двух ТЭС Крым будет обеспечен электричеством с большим запасом. Сколько мы со знакомыми общаемся, с соседями, все однозначно за то, чтобы быть независимыми от Украины. Мы готовы все пережить. Мы знаем, что все будет хорошо, что мы не брошены, что от нас помнят. Несмотря на временные трудности, впервые за долгие годы легендарный Артек принимает новогоднюю смену. На берег Черного моря съехались дети со всей России. И так светло здесь, кажется, еще никогда не встречали праздники. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым. Севастополь.